МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С работой банкиров и юных выхованцев будут знакомы специалисты Беларусьбанка. Они распрацовали комплекс занятков финансовой эдукации, подчас яких дети старейшей группы доведуются про такие понятия, как банк, кредит, гроши, научатся перестаться банковскими послугами. Третье, подобное мероприемство ладится в рамках программы повышения финансовой эдукации насильниц, которую распрацовал Национальный банк Беларуси. Беларусьбанк именно, и знаю, что другие банки уже на сегодня предлагают карточки детям от 6 лет. То есть это вот завтрашние школьники, и у них как бы уже будет какое-то первоначальное представление. Я думаю, что какие-то зернышки финансовой грамотности мы сегодня посеяли. У нас уже достигнута договоренность на проведение мероприятий, вот таких встреч. Мы еще продумаем, конечно, как связь трех поколений. Дети, родители, бабушки, дедушки. То есть вот даже в каком-то, может быть, таком интересном игровом варианте, чтобы, может быть, как-то сделать на каком-то родительском собрании. То есть работы еще достаточно много, и я думаю, что мы на этом не остановимся. Кавуны и Виноград конфисковали податковики у физичные особи. Не зарегистрованную в якости индивидуального предпринимательника, ведь Аблянин продавал садовину калядного с магазина областного центра. За незаконную предпринимательскую деятельность придется заплатить штраф, махчим, что господарчий суд пройме решение конфискации автомобиля ВАЗ, с допомогой якого же цивлявся незаконный гандаль. По результатам проверки товар, предлагаемый к реализации на сумму 1 миллионов рублей, арестованный изъят, на автомобиль стоимостью 15 миллионов рублей наложен арест. Материалы направлены в хозяйственный суд. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность до 100 базовых величин с конфискацией товаров, орудий и средств совершения административного правонарушения, либо без конфискации. У вязцы Данева Полоцкого района в эту ночь отбывся пожар у староццы, прибудованный до фермы. Прибывшие на здаренье ротовники знайшли под будовничными конструкциями, які обвалился труп мясцевого сторожа. Потерпел его напарник, он отримал опеки кичцев головы на 2-3 ступени. По словах выжившего, мужчины напереды дня не распивали у старожцы спиртные напои, затем заснули. У вынику пожару згарила старожка в асцелятнику, в яким знаходзелися 150 тилят супрацовники Министерства. По надзвучайных ситуациях выратывали. Ещё три аварии. За три дни, за опушнением трое суток, на дорогах Витебской области отбились три дорожно-транспортные здарения, в яких потерпели люди. Так, у субботу 19-го кастричника в городском поселке Копысь Аршанского района 16-годовая велосипедистка трапила под автобус. Девчина на велосипеде рухалась по узкрайку дороги, раптовно для водителя почала пересекать проезжую частку на одлеглости 2-3 метров от автобуса. Мужчина просто не поспел затормозить. У вынику школьниц отримала тяжкие травмы и была доставлена в реанимационное отделение Аршанской городской больницы. А у Витебска отбились одразу два дорожно-транспортные здарения с уделом пешеходов. Только в пятницу в городе Витебске произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали пешеходы. Около 18.00 на улице Правды при столкновении двух иномарок одна выехала за пределы проезжей части на тротуар, где произошел наезд на двух пешеходов, один из которых с травмой был доставлен в реанимацию. Через несколько часов на проспекте Черняховского водитель автомобиля Мерседес Бенц, не имея водительского удостоверения, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на пенсионера, который с травмами в алкогольном опьянении был доставлен в реанимацию. С начала года на территории Витебской области произошло 122 наезда на пешеходы, в результате которых 36 человек погибло, 90 получили травмы различной степени тяжести. Областный конкурс по цырульницким мастатстве «Стыль и прыгажость» прошел в неделе в Витебску, когда 37 маестров с города и района в области спаборничали у створения сучасных жаночих мужчинских стрыжек и укладок. За працей цырульников надзирали наши корреспонденты. У четырех номинациях конкурсу было зарегистровано 26 удельников. А кроме цырульников, які представляют комбинаты бытового обслуговывания, так само спаборничали навученцы Витебского державного индустриально-педагогического колледжа и Витебского колледжа легкой промысловости. Не глядяши на маленький опыт починающих цырульников, не которые за их стали призерами конкурсу. Про ведение этого мероприемства в таком формате, на думку организатору, даем агчумись не только зарабить творчую плясовку конкурсу больше цикавой, а и поширить рамки цырульного майстерства. Новые виды технологий стрижки. Новые виды крошения, ламинирования. Новых видов причесок. Казалось бы, свадебная прическа. Ну, как было и 20 лет свадебная была, но вы увидели совершенно новые технологии обработки. Конкурс проходил у четырех категориях. А кроме жаночек, мужчинских, повседенных стрижек и вечерних причесок, уключена прическа для невесты. На работу майстру дается полный час, а юниорам крыху больше. А легетта не выплывала на якость в оконании работы, а только дадала азарту. В этот конкурс открывает добрые махчумы для конкурсантов воспробовать свои силы, а для организаторов открыть новые имена. Познать что-то новое, сделать что-то необычное, экстравагантное. Постарались, мы работали над новым образом. Вечерняя прическа. То есть, как бы, я думаю, удалось. Ну, есть какие-то недостатки. Будем работать. Будем работать, будем смотреть. Будем совершать свои работы. У каждой номинации вызначены по три перамошки, которые останутся уделниками сборной в области на чемпионате Беларуси по циррульной мастерстве, стиль и прыгажость. Ее надбудется у Минска у початку листопада. Виктория Телябкова, Ярславна Войков, Новины, Витебск. Колька слаб спорте, у черговом туре национального першинства футбольный клуб Витебск на свой пляцовце прымал в Смолеевиче. Господары першими добились успеху, а утримать переможный лик не смогли. Матч завершился боевый ничьей, и один на один эта осечка еще больше отсунула наших земляков от лидера. Или заняться другое место, по выниках розыгрыша, витебляне шансы заховывать. Под обязанностью Сергея Мисурагина. В первом круте господары с минимальным ликом 1-0 обыграли подопешных Юрия Пунтуса. До того же соперник потерпел поражение и у по передним туры чемпионату Беларуси. А тому у Витебс гости проехали реабилитоваться в отшах болезчиков, а значит господарам будет складание добиться становшего вынику. Наши земляки имели добрый шанс скоротить отставание от лидера, бо протенденты на медали в этом туре состракались помеж собой, а значит кто-то повинен бы устратить очки. Соперники с кем мы заочно почти что ведем уже спор с Луцкой Городей играют сегодня в очную встречу. Естественно кто-то из них потеряет или обе команды или какая-то из них. Таким образом мы имеем шанс приблизиться к ним, но для этого надо нам самим побеждать. Соперник у нас сегодня непростой, привез сильнейший состав, там играют ряд известных футболистов Сегрикович, Страханович, также их бомбардирует Рапашка. Подопечный Юрек и Наплёва активно начали сустречу. Для своих атак в Дзебляне выкрыстовывали фланги, а так само спрабывали по центру изнасти ключи до обороны соперников. Яны нанесли некальки острых ударов с разных дистанций, а легалкипер Смолевичу сгулял надейно и от его погрозы. В середине таймы господары еще больше обвастрили гульню, последовал навесу штрафную и Игр Слесарчук головой накировал мяч у необороненный в угол ворот. На жаль, первого Гавитебска протрымалась усяго 7 хвилин. Одна ри улик на табло Иван Василёны. После этого мажь проходил с пираменным поспехом. У игроков обо двух клубов были моменты поразить цель. У адных выпадках воротовывали воротары, у других подвозила выканавчая мастерство игроков. Только гэта можно расслумашить нереализованный пенальти сбоку господаров. У вынку была зафиксована ниншая 1-1. И они отстают от другого места, которое дает право сгулять в переходных встречах на четыре очки. Наступный поединок Витебск проведет 26-го Кастрышника ЗФК Минск-2. Сергей Мисурагин, Дмитрий Котов, Новини, Витебск. Ну а в этом выпуск завершен. И успех вам на сегодня. До встречи.